Все-таки очень много молодых людей, молодых девушек страдают от зябкости. И она вскрикивает и такая типа, ёпара, как ты живешь? Что с ним случилось? Он молодой, здоровый, вообще ничего не понятно. Всем привет, с вами Ксения Черная и вы смотрите канал про здоровье. Сегодня мы поговорим с вами про холодные конечности, холодные руки, холодные ноги. И очень многие считают, что, ну, как всегда это бывает, это данность. У меня с детства так, и с детства у нас еще какие-то другие симптомы, и гусиная кожа, и так далее. И вот холодные конечности у нас тоже часто с детства. Но это не отменяет того, что это не норма, и что нужно поискать причину, а почему же у вас может быть холодные конечности. Для всех подписчиков нашего канала я приготовила специальный подарок. Вместе с командой мы составили список из витаминов, которые необходимо принимать для устранения железодефицита. И с помощью этого вы можете вернуть себе красоту, энергию и избавиться от хронической усталости. Для того, чтобы получить этот подарок, необходимо перейти по ссылке в описании к этому видео, и подарок придет вам в ту же секунду и совершенно бесплатно. Так как мы говорим с вами про питание, про дефициты, то, конечно, мы рассмотрим эту симптоматику с точки зрения этих показателей, этих данных. Но мы сразу вынесем за скобки, что холодные конечности могут быть вследствие проблем с позвоночником или, например, с венозным оттоком. И тогда вы должны этот вопрос исследовать. Например, у вас была какая-то травма, или вы прям ощущаете физически какие-то болевые ощущения в позвоночнике. Тогда вы исследуете вопрос именно структурных функциональных изменений и разбираетесь в этом с профильным врачом. Но то, что я вижу на практике, холодными конечностями очень часто страдают в основном девушки, женщины. Это связано с двумя основными причинами, хотя у мужчин тоже холодные конечности бывают. Просто мужчины очень часто не обращают на это внимание. И на самом деле, если мы возьмем в пропорциях, то у мужчин это встречается реже. Почему это вообще в принципе встречается и почему встречается чаще именно у девушек и у женщин? Это связано в первую очередь с железодефицитом и во вторую очередь с нарушением работы щитовидной железы. Но эти два фактора, они тоже связаны между собой. Потому что как только у нас будет железодефицит, то у нас также будут нарушены функции работы щитовидной железы. Почему у девушек это часто встречается? Потому что у нас есть менструальный цикл. Ежемесячно мы теряем достаточно большой объем железа. И не факт, что с помощью питания, либо с помощью антрецептиков мы можем устранять этот дефицит. И почему это происходит? Это связано с тем, что у нас железо отвечает за перенос кислорода в каждую нашу клеточку, в каждую нашу мышцу. Железодефицит в принципе может ощущаться как мерзлявость, но именно холодные конечности являются признаком железодефицита. И когда мы говорим про мерзлявость как признак гипотериоза, это тоже связано с работой щитовидной железы. Потому что как только у нас нарушена работа щитовидной железы, у нас нарушается углеводный, жировой, белковый обмен, у нас нарушается теплообмен. Но именно железо тоже влияет на появление гипотериоза. Так как у нас неактивные гормоны превращаются в активные гормоны при наличии различных ферментов. А эти ферменты выполняют свои функции, когда у нас нет дефицита железа, дефицита цинка, меди, дефицита витаминов группы В. Поэтому железодефицит также связан с гипотериозом. Но если у вас гипотериоз возник на фоне, например, дефицита селена, дефицита йода, по каким-то другим причинам, не только по причине железодефицита, то мерзлявость конечности тоже будет, потому что щитовидная железа отвечает за терморегуляцию. Именно поэтому мы всегда возвращаемся к постоянному чекапу. То есть первое, что мы делаем, мы обращаем внимание на симптоматику. Все такие, какие-то не очень явные симптомы говорят о том, что это не просто норма и я вот такая мерзлявая, а это является каким-то признаком. Для того, чтобы понять, что это за признак, во вторую очередь мы делаем постоянный чекап. И мы сдаем хотя бы базовые анализы, например, мы проверяем работу щитовидной железы, мы проверяем дефицит железа, например, дефицит витамина D, дефицит белка и так далее. И из этого, уже анализируя свою лабораторную диагностику, делаем выводы, в чем истинная причина вашей мерзлявости. Базовые анализы мы всегда даем перед бесплатным вебинаром «Лаборатория здоровья», где вы можете взять анализы за последние три месяца. Не обязательно сдавать всегда новые анализы. Прийти на бесплатный большой вебинар, где мы разбираем эти показатели. Мы говорим про оптимумы, мы не смотрим на референсы, которые есть в листочках, потому что это не оптимальные значения. Мы берем анализы, идем на вебинар, ставим себе галочки, где есть отклонения и устраняем эти дефициты. Не говорим, что это норма, не говорим, что так у всех или мне не очень хорошо, а все-таки обращаем на это внимание. Потому что сначала это, например, мерзлявость, как симптом железодефицита, а когда вы не обращаете на это внимание, то это уже хроническая усталость, это могут быть панические атаки или нарушение менструального цикла. Потому что есть небольшие последствия, а есть последствия очень большие, когда мы вовремя не устранили дефицит. Ссылка на вебинар находится в описании к этому видео. Берите свои анализы и приходите их интерпретировать. И сейчас я вспомнила, в самом начале видео я вам сказала про различные структурные функциональные изменения, когда вы должны обращать внимание на работу своего позвоночника или на работу, в принципе, ваших вен и смотреть, нет ли у вас каких-то изменений. Но еще очень важно сказать, что многие люди не обращают внимания на то, что они носят очень узкую одежду, они носят что-то с очень тесными плотными резинками, которые даже оставляют следы на теле. Обращайте, пожалуйста, на это внимание, потому что много одежды сейчас современной очень неудобной, и мы должны за этим следить, потому что где-то вы что-то пережали. Но единственное, что вы заметите, вы же не носите постоянно такую одежду, поэтому вы обращаете внимание, вот если вы во время ношения этой одежды заметили мерзлявость, вы ее убираете. То же самое касается алкоголя, мерзлявость во время алкоголя, такое тоже может быть, потому что в целом алкоголь, естественно, расширяет сосуды, и вам кажется в моменте, что вам там становится жарко, а потом у вас возникает зябкость. Это связано с работой вашей печени, потому что когда вы употребляете алкоголь, основная задача печени выводить эти токсичные вещества, и вследствие этого может появиться зябкость. И если вы вдруг заметили, что у вас мерзлявость возникла уже в возрасте, там 50-55 лет, то здесь нужно обратить на работу сердечно-сосудистой системы, на наличие атеросклероза, и здесь тогда мы будем уже менять свое питание. Здесь мы должны следить за тем, как движется наш кровоток, нет ли у вас атеросклеротических бляжек, но чаще всего понятно, что эта история уже более возрастная. Но то, что я вижу на практике, все-таки очень много молодых людей, молодых девушек страдают от зябкости в основном вследствие железодефицита и вследствие нарушения работы щитовидной железы. Чуш, я должен тебе признаться, вообще у меня на самом деле постоянно холодные ноги, и зимой, и летом, вообще, ну не знаю, как так получилось, просто вот так получилось. И меня это, я этого не чувствую, меня это никак не колышет, вообще не напрягает. Но единственный момент, когда, то есть, кто-то касается этих ног неожиданно, он вскрикивает, и она вскрикивает, и такая, типа, ёпперес, как ты живешь, так я говорю, да я вообще не чувствую. Ну, то есть, это не та проблема, из-за которой я бы сильно запаривался. Ну, смотри, это не та проблема, из-за которой ты сильно запариваешься в 30 лет, но мы знаем, что у тебя достаточно много дефицитов, ты достаточно хаотично пьешь рецептики даже, которые тебе нужно пить. И все-таки мы сказали, что это признак, да, ну, то есть, я точно знаю, что у тебя с щитовидной железой все в порядке, но то, что у тебя неполноценное питание и дефициты есть, это точно так. Но проблема в том, что в 30 лет это у тебя просто холодные конечности, а мы знаем, что, например, серьезным последствием железодефицита является проблема с инсультами и инфарктами. И потом, у нас очень часто мужчины в возрасте 40-45 лет страдают инсультами, инфарктами, у нас говорят, что с ним случилось, он молодой, здоровый, вообще ничего не понятно. А на самом деле, когда у нас есть глубокий железодефицит, у нас кислород не только не поступает в нижние конечности, например, но и то же самое происходит с нашей сердечной мышцей. Поэтому я и говорю о том, что вначале может казаться, что это какой-то очень незначительный симптом, а потом окажется спустя 5-10 лет, что это был вот такой симптом, когда, знаешь, слона-то я и не заметил. Поэтому любая такая симптоматика, это является поводом изучить свой организм и все-таки проверить, есть или нет какие-то отклонения и вовремя их устранять. Поэтому, дорогие друзья, если вдруг вы замечаете или не замечали до этого, но сейчас посмотрели видео и заметили, что у вас часто холодные руки или ноги, напишите об этом в комментариях и наверняка, о боже, так это ж у меня. Мы знаем, что на 50% решение проблемы заключается в ее осознании, поэтому это уже второй вопрос, что мы с этим будем делать, мы это обязательно разберем на вебинаре, но самое главное, изначально отследите, что у вас эта проблема присутствует. И потом уже сдавайте анализы и занимайтесь конкретным поиском причины. Спасибо, что смотрели это видео до конца, с вами была Ксения Черная и вы с вами на канале канал Про Здоровье.